Хай, ребята! С вами Мирослав! У каждого из вас наверняка есть хоть одна монета в кошельке. На данный момент в России существует 8 номиналов монет. 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей. Кстати, до этого момента были и другие номиналов. 3 копейки, 20 копеек, пол копейки, 12 рублей, 20 рублей и так далее. И что-то особенно трудно выделить. Но есть и редкие монеты, которые вряд ли есть у вас в кошельке, если вы не нумизмат. Хотя не только у вас, но и у других людей. Итак, это 10 самых редких монет в России и СССР. Поехали! Номер 10. 3 рубля 1958 года. 3 рубля 1958 года были выпущены для планируемой денежной реформы 1958 года. Образцом стала пробная монета 1956 года. Но реформу перенесли на 1961 год. И все монеты переплавили. За исключением небольшого количества. Что интересно, на Аверсе изображен герб СССР с монетой того же самого 1956 года. Хотя сама монета образца 1958 года. А также отсутствует знак монетного двора. Вес монеты 14 грамм. Геометр 31,5 миллиметр. Гурт гладкий. Монета сделана из медно-никелевого сплава. Средняя цена таких монет 3,5 миллиона рублей. С хорошим состоянием. 1 миллион 600 тысяч изношенная монета со следами использования. Точный тираж неизвестен. Номер 9. 1 рубль 1806 года. С лицом Александра Первого. Эта монета была создана... А для чего создана? К сожалению, есть только предположение, для чего создана эта монета. А точная причина неизвестна. Кстати, история 1 рубля 1806 года с лицом Александра Первого тоже запутанная. На Аверсе монеты изображен портрет Александра Первого, императора Российской империи. На Аверсе монеты изображен герб Российской империи. Вес монеты 18 грамм. Диаметр 36,8 миллиметров. Горд с надписью серебро 83,1, дробь 3, пробы 4, золото 82, 14, дробь 25 доли. Планета сделана из серебра 868 пробы. Тираж около 30 экземпляров. Стоимость всегда разная. Но примерно 1 миллион 600 тысяч в неплохом состоянии, 2 миллиона 100 тысяч в отличном и 1 миллион 200 тысяч в плохом. Номер 8. 12 рублей 1836 года. За 8 лет до изготовки этой монеты было принято решение чеканить монеты необычных номиналов. 3, 6 и 12 рублей. Монеты начали чеканить в 1830 году довольно крупным тиражом. Хотя монеты нескольких годов выпуска все-таки были редкими, тем не менее монеты с другими годами выпуска такого же номинала тоже очень дорогие. В 1845 году, кстати, все монеты с этим номиналом просто отобрали у жителей России. На реверсе монеты изображен герб Российской империи образца 1830 года, но с загнутыми к центру крыльями. На реверсе монеты показан номинал и надпись на серебро, а также пятилистник. Год выпуска и так далее. Вес монеты 39,34 грамм, диаметр 35,5 миллиметров, гурт рубчатый. Монета сделана из платины 950-й пробы в Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж 11 экземпляров. Средняя стоимость в отличном состоянии 4 650 000 рублей. Номер 7. Пробная копейка 1726 года. Точная история и причина выпуска этой квадратной монеты не совсем известны, но можно сказать, что одна копейка 1726 года – одна из самых необычных монет царской России. Хотя это и не единственная квадратная монета за всю историю России. Есть и несколько других. Но не будем об этом. Всё-таки ролик о самых редких монетах в СССР и России. На реверсе монеты либо просто герб и дата выпуска с надписью «Копейка Екатеринбург», либо то же самое, но с буквами «ПРГ». Либо то же самое, что и на первом типе, но с более мелким гербом. На реверсе... эм... ничего! Вес монеты 16,38 грамм, диаметр 23 на 23 миллиметра. Гурт гладкий. Монета сделана из меди в Екатеринбургском монетном дворе. Тираж – 10 экземпляров. К сожалению, практически все 10 стук в не очень хорошем состоянии, и поэтому средняя цена – 2 миллиона рублей. Номер 6. 5 копеек 1999 года. Тут, опять же, история запутана. Но можно смело сказать, что эта монета, так сказать, предсерийная. Она была сделана в нескольких опытных экземплярах для того, чтобы будущие монеты были похожи на эти. Логично, в принципе. На реверсе монеты изображен Георгий Победоносец, верхом на коне, под которым змей. На реверсе крупная цифра 5 – номинал монеты, а под ней слово «копеек». Короче, все, как и на остальных современных пятикопеечных монетах. Вес монеты 2,6 грамм, диаметр 18,5 мм, гурт гладкий. Монета сделана из стали, плакированной мельхиором в Санкт-Петербургском монетном дворе. Ориентировочная цена около 300 тысяч рублей. Тираж 5 штук. Номер 5. Один червонец с 1925 года. Эта монета была выпущена... Давайте сначала поговорим про разновидности. Их две. Медная монета являлась пробной. Ее сделали в нескольких экземплярах. А золотая отщеканена в количестве 600 тысяч экземпляров. Но почти все из них переплавили, и осталось несколько штук. На реверсе монеты герб РСФСР образца 1923 года. Под гербом есть надпись «СССР». Над гербом полукольцо. А над ним полукругом надпись «Пролетарии всех стран. Соединяйтесь». Написанная старославянским шрифтом и там есть старославянская буква. Мдаааа. Вот так вот объединились три государства, существовавшие в разное время. Хотя герб РСФСР и был гербом СССР в первые несколько лет существования этой страны, но все-таки все равно считается как герб другой страны. Ну и СССР тоже. На реверсе монеты изображен крестьянин, который разбрасывает семена. А вдали видно завод. Вес монеты 7,7 грамм. Диаметр 22,6 миллиметров. На гурте надпись «Золото 7,7,4,2,3,4 грамм. П.Л. И даже на медной монете». Монета сделана из, разумеется, золота или меди. Тираж 5 экземпляров. На одном из аукционов монеты купили за 5 миллионов рублей. На среднюю стоимость, ну судя по количеству аукционов, точно такая же. Номер 4. 1 рубль 1825 года. 1 рубль 1825 года начал чеканиться спустя несколько дней после смерти Александра I. Тогда было принято решение, что его сын Константин будет императором. Но он, Константин, отдал престол своему младшему брату, Николаю. И императором стал Николай I. Но это произошло после того, как было сделано примерно 9 монет. Несколько из которых чуть позже были утеряны. На инверсе монеты изображен портрет Константина. По окружности есть надпись «Б.М.Константин». Первый – «Имп.И.САМ.ВСЕРОС». А снизу дата чеканки – 1825. На реверсе герб Российской империи. А по окружности надпись «ЧИСТОГО СЕРЕБРА ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТОНЫ». 21 доля. А снизу слово «РУБЛЬ». Вес монеты – 18 грамм. Диаметр – 35,5 миллиметров. Гурт гладкий. С надписью 868. Монета сделана из серебра 868-й пробы в Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж – 4,6 штук. Средняя стоимость – неизвестно. Номер 3. 5 рублей 1999 года. Эта монета – одна из самых редких в России. Ну, логичная, раз она попала в наш выпуск. Вообще, она экспериментальная. И точных сведений о ней нет. Точно так же, как и предназначение. Но, предположительно, от обычных монет 5-рублёвых она отличается только годом выпуска и монетным двором. Обычная чеканница в Москве. А это в Питере. Поэтому про аверс и реверс пока не буду говорить. Хотя можно было не говорить и про 5 копеек. Но всё-таки вес монеты – 6,5 грамм, диаметр 25 мм, гурт с 6-10 рифлениями, которые разделены на 12 равных участков, которые очередуются с 12 гладкими участками. О, господи, блин. Зачем так сложно всё делать? Монета сделана из меди, плакированной мельхиором в Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж – примерно 3 экземпляра. А стоимость – примерно 350 тысяч рублей. Ну, наверное. Номер 2. 20 рублей, 1755 года. Тоже отчеканенная, не пойми для чего монета. Но, предположительно, всё-таки для денежной реформы. Поэтому возникают вопросы. Ответы на них не всегда найдутся. На аверсе изображён портрет Елизаветы I. Под портретом надпись «СПБ». И по окружности тоже надпись. На реверсе упрощённая версия герба Российской империи. И по сторонам 4 цифры. 1, 7, 5, 5. Это год чеканки. Вес монеты – 34 грамм. Диаметр – 37 мм. Гурт шнуровидный, с наклоном вправо. Монета сделана из золота 917-й пробы. Тираж – 2 экземпляра. Стоимость неизвестная. Но в 2008 году в Англии проходил аукцион, в котором купили эту монету, внимание, за 1,550,000 фунтов стерлингов. По курсу на тот же 2008 год – это 63,550,000 рублей. Офигеть! Номер 1 – 50 копея 1929 года. Это очень загадочная монета. О ней мало чего известно. Но всё-таки известно то, что она чеканивалась для планируемой реформы 1929-1931 годов. Крупными партиями её не пустили только потому, что правительство решило отдать предпочтение более мелким номиналам. На реверсе монеты – деревенские пейзажи, герб СССР и надпись «Пролетарии всех стран!» Соединяйтесь! На реверсе – наментнал, год чеканки и прекрасный вид на заводы. Вес монеты точно неизвестен. Диаметр тоже не совсем известен. Гурт рубчатый. Монеты сделаны из мельхлора в каком-то монетном дворе. Ну а что? На монете не указан монетный двор! Тираж – один экземпляр. Стоимость тоже неизвестна. Но на одном из аукционов была продана за 10 миллионов рублей. Напишите нам в комментарии, коллекционируете ли вы монеты. Если вы их коллекционируете, то напишите, сколько у вас есть монет из Российской империи, РСФСР, СССР и Российской Федерации. Подписывайтесь на канал! Жмите на колокольчик! Ставьте лайки! Пишите комментарии! Делитесь роликом с друзьями! А также посмотрите наше предыдущее видео! С вами был Мирослав! Субтитры сделал DimaTorzok